Привет, друзья! Прохор Дубравин – российский актёр, который начал сниматься в кино под именем Виталий Ямашов, полученным при рождении, однако позднее решил сменить его на более эффектное. Это не помешало зрителям узнавать артиста в других проектах и полюбить мужественных и решительных героев Дубравина. В 2008 году вся женская часть страны следила за событиями, которые развивались в сериале «Принцесса цирка» на Первом канале. Главные роли – сразу двух братьев-близнецов – в фильме сыграл Виталий Ямашов. Несмотря на то, что молодой человек уже был востребован, как актёр театра и кино, после выхода сериала на экран и зритель по-настоящему полюбил артиста. Сегодня на творческом счету Виталия более 50 самых разных проектов и фильмов. Однако зрителю он известен под псевдонимом Прохор Дубравин, который актёр взял на пике своей популярности, в 2011 году. Что побудило артиста сделать это, до сих пор остаётся интригой для поклонников, которые проявляют интерес к творчеству и биографии Виталия Ямашова. Виталий родился 18 июля 1976 года в городе Набережные Челны. Мать Виктория Павловна трудилась на литейном заводе секретарём-машинисткой. Ямашова растила сына одна и неплохо справлялась с этим. Воспитывала только мама. Много работала, чтобы содержать семью. Мужского воспитания практически не было. Какое-то время его заменяло общение с тренером по плаванию, потом учитель труда, которому бегали группой мальчишек после уроков, чтобы мастерить полезные вещи. Через него получал мужскую и отцовскую энергию, вспоминал актёр. В детстве Виталий не испытывал проблем с успеваемостью. Класс специализировался на физике и математике, этим наукам Ямашов и собирался посвятить жизнь. Окончив школу, пошёл учиться в Камский политехнический институт и планировал после окончания вуза работать по специальности промышленное и гражданское строительство. Финансовое положение семьи не дало возможности осуществить задуманное. Будущий актёр бросил институт после первого семестра и устроился к матери на завод. Там трудился, штампуя огнеупорные кирпичи. Через полгода Ямашову пришла повестка в армию. Высокого и физически крепкого парня распределили в воздушно-десантные войска. Виталий отслужил два года и вернулся домой в 1996. После армии искал место в жизни, перепробовал много занятий, не раз менял работу. В молодости Виталию казалось, что игра на сцене и в кино – несбыточная мечта. Однако Ямашов всё же решился потратить годы на нестабильную карьеру и в 1999 году подался в Ярославский государственный театральный институт. Во время учёбы в провинциальном вузе он получил опыт сценической работы, играя небольшие роли в местном академическом театре. Но настоящую реализацию своих возможностей он видел только на столичных театральных подмостках. Стремясь к светлому будущему, он отправился в столицу, где поступил на службу в Московский камерный театр киноспектакль. В 2008 году Первый канал представил зрителю 115 серий сериала «Принцесса цирка», в котором Ямашов сыграл сразу две роли. В его исполнении образы двух братьев-близнецов «Плохой и хороший» получились яркими и характерными. Впрочем, сам актёр признаётся, что не всё в этой работе было гладко. Герои сериала настолько разные, каждый со своим взглядом на жизнь, непростым характером и темпераментом, что Виталию приходилось сложно перестраиваться, выходя из одного образа и входя в другой. Например, роль Ярослава не получалась у него ещё на стадии проб, но режиссёров не остановили первые помарки в работе. И Ямашов оправдал надежды. Лихо закрученный сюжет фильма и талантливая игра актёра на протяжении долгого времени не отпускали от телеэкранов зрителей. До съёмок в «Принцессе цирка» актёру доставались, в основном небольшие или второстепенные роли, но он терпеливо шёл к своей победе. Его таланты игру отметили не только зрители, но и требовательные кинокритики. Через некоторое время после выхода на экраны «Принцессы цирка» Виталий Ямашов решил взять сценический псевдоним. Что двигало в этот момент актёром, неизвестно, но факт остаётся фактом, он сменил имя, данное при рождении на звучное, Прохор Дубравин. Журналистом артист поведал, что уже давно думал о смене имени и фамилии, так как прежние казались ему не слишком созвучными. Поклонники сразу же разделились на два лагеря тех, кто приветствовал такие перемены и утверждал, что с переменной имени произойдут лучшие изменения в судьбе, и на тех, кто считал, что на взлёте карьеры, когда актёра уже знает вся страна, менять личные данные нецелесообразно. Но как бы там ни было, это свершилось, и в фильмах «Общая терапия» и «Закрытая школа» актёр появился как Прохор Дубравин. Ещё в начале своей актёрской карьеры Виталий женился. По приезде в Москву он встретил обаятельную девушку, которая также, как и он, приехала покорять столицу. Дружеские отношения начинающего актёра и актрисы переросли в светлое и прекрасное чувство. Личная жизнь Виталия Ямашова всегда под пристальным вниманием поклонниц. Но он старается не раскрывать все секреты своих отношений с супругой. Жена Виталия Ямашова родилась в Воронеже. В отличие от будущего мужа, она с детства шла к своей мечте стать актрисой кино. Евгения Серебренникова окончила театральное отделение детской школы искусств и Государственную академию искусств в родном городе, вела утреннюю программу на местном радио, а в 2003 году отправилась в Москву. Евгении удалось поступить на службу в Московский областной камерный театр, где она на протяжении восьми лет сыграла много ролей. Её талант заметили кинорежиссёры и актриса, начала сниматься в кино. За годы совместной жизни супруги стали настоящими партнёрами, дополняя дружбу крепкой любовью. Вместе снимались, путешествовали. Жена, будучи хорошим организатором, нередко устраивала Дубравину поездки сюрпризы. После выхода мелодрамы «Общая терапия» злые языки поговаривали, что у Ямашова роман на стороне с напарницей Анной Снаткиной. Но слухи не подтвердились. Брак распался в 2013 году. Бывшие влюблённые сохранили ровные отношения. Детей у пары за 10 лет совместной жизни так и не появилось. Сейчас остаётся только догадываться, свободно ли сердце артиста. Однако он часто делает акцент на том, что хочет полноценную семью с дочерью и сыном. После выхода на экраны «Принцессы цирка» на актёра посыпались звёздные, но такие разноплановые роли. Его амплуа героя любовника, начавшее было складываться в начале карьеры, рассыпалось. Виталий Ямашов с лёгкостью перевоплощался из «Добряка в злодея», из «Доктора в повара», которые в его исполнении были очень убедительными и яркими. Зрителям запомнились главные роли Виталия Ямашова в фильмах «Общая терапия», «Год в Тоскане», «Игра 2», «Реванш». А его смелый повар из картины «Закрытая школа» завоевал особенную любовь телезрителей. Фильмы с Виталием Ямашовым отличаются разноплановостью, а игра артиста вызывает интерес с первых серий и не отпускает до конца. Сам актёр говорит, что ему нравится перевоплощаться и быть разным в каждой кинематографической работе. Особенно ему интересны роли с экстремальными сценами. После отчисления из Политехнического института в набережных Челнах, он служил в армии в подразделении ВДВ и, как бывший десантник, старается максимально участвовать в различных трюках, не привлекая на съёмках каскадёров. Одной из таких работ стала лента из двух частей «Игра и игра 2. Реванш», где артист сыграл бескомпромиссного полковника ФСБ, борющегося с убийцами и коррупционерами. В фильме «Закрытая школа» Виталию приходилось играть в самых разных обстоятельствах. Съёмки проходили в условиях, максимально приближенных к реальности. Актёр проваливался под землю, выбирался из глубокого подвала, выпрыгивал со второго этажа и, по его словам, получал от этой работы огромное удовольствие. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.